Ребят, TV-Box T95Z Plus на процессоре Allwinner. Многие из вас его помнят. Такой старый, добротный TV-Box на Amlogic S912. Ну, здесь знаете, что сделали? Оставили коробку ту же, влепили сюда Allwinner и решили попробовать, повторить успех. Но что получилось, смотрим на канале Технозон. Поехали! Мы на Алиэкспресс. Это TV-Box на Андроиде 12. Дело в том, что многие ждали на Андроиде 12 TV-Box, получилось, что получилось. И многие ждали Андроиде 12, потому что думали, что там есть автофреймрейт. И действительно, пункт с автофреймрейтом в данном TV-Box есть. Но работает он или нет, мы с вами выясним позже. Стоит данный TV-Box, по крайней мере, вот эта версия 4х32, 33 баксов. В принципе, за свои деньги, за свои деньги он отрабатывает. Если бы он стоил под 50, не смотрите на доставку, это из Пуэрто-Рико. Я просто, здесь нейтральная цена, а доставка из каждой страны разная. И поэтому, перейдя в описание под видео и нажав на ссылку, вы увидите, сколько он стоит в вашей стране и сколько стоит доставка. Поэтому ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео, убрал именно там. Смотрите, что они заявляются. Здесь у нас AllWinner H618. Чтобы вы понимали, это тот же самый H616. Ничего здесь не поменялось. В Mali-G31 все тот же самый. И декодировать он, знаете, как пишут, поддерживает 6К. На хрена этот 6К? Куда они его выводить будут? 4К 30 FPS. Это поддерживает декодинг. И я это подтверждаю в YouTube. 4К 60 FPS в визит. 4К 30 FPS спокойно проигрывает. 2К 60 FPS играет. Есть здесь. Ну, видите, здесь 4 гигабайта пишут DDR3L. Я условно верю этому. Хотя AIDA показывает DDR4X. DDR4X. Нет, знаете, как там? LPDDR4X. Но дело в том, что там показывают также, что это Pixel 3. К сожалению, это неправда. Android 12, который, честно говоря, ну, ребят, не то. Не то совсем. Я не понимаю гонку за Android 12, потому что... Ну, они пишут, что здесь Wi-Fi 6. Это... Я получил по Wi-Fi 5 ГГц. 100 Мбит. 100 Мбит. Здесь 100 Мбитный LAN. Давайте рассмотрим интерфейсы. Что они сделали? Здесь 2. USB порта 2.0. Здесь нет даже 3.0 порта. Здесь есть LAN на 100 Мбит. Здесь есть SPDIF. Устаревший, никому уже не нужный. Хотя многие сейчас меня за это попробуют похейтить. HDMI. Разъем питания. Аудио, видеовыход. Можно подключать старые телеки. Опять же, такой себе момент интересный. Разъем для TF-карт. Ну, и все. Есть дебиленькая подсветочка. Вот вы видите, как она работает. Даже управление покажу, что есть управление этой подсветкой. Как они заявляются из поддержки AVS2 кодека, непонятно для чего. Короче, Wi-Fi 6 здесь абсолютно не так работает, как нужен. Если он есть. Хотя у меня показывало Connect 160 Мбит. Ребят, ну, это ни о чем. Это ни о чем. Поэтому смотрим тесты. Игры. Игры тоже покажем. Ладно, слушайте. Но. Не HDR 10+, не Dolby Vision здесь, конечно же, нет. Сразу отвечаю пытливым. Уман, который будет этот задавать вопрос, который я постоянно удаляю. Потому что, ну, честно говоря, уже надоело. Не смотрят обзор, задают вопрос. Дальше. IPTV 4K проигрывает. YouTube 4K, 32K, 60FPS, фильмы с Матрикса, ну, грубо говоря, раздачей. Потягать может 25-45 с натяжкой гигов. Это то, что у меня получалось. Я думаю, что здесь упиралось все в модули. Модуль плавающий 5 ГГц и LAN RG45 в 100 Мбит. Возможно, из-за этого. Хотя, ну, процесс достаточно производительный для того, чтобы играть, ну, хотя бы, там, 50 гигов стабильно. Я видел T95Z, например, которые были ранее. Такие квадратные коробки. Они играли. Они играли. Греется он до 84 градусов в троклинг-тесте. В реальном использовании больше 82-84 в играх я так и не получил. Поэтому волен этому доверять. Ну, что ж, будем переходить уже на тесты. Распаковывать нечего. В комплекте вшивый пульт и обыкновенный блок питания 5 Вольт, 2 Ампера. Ну, и ждем, конечно же, выводы. Какой убогий интерфейс. Напоминает прошивку X96, но тут еще все хуже. Смотрите, вверху можно добавить панель избранного. Ну, такое себе решение, конечно. Сейчас мы добавим парочку каких-то моментов, но не более. То есть это будет выглядеть вот так вот, такие белые какие-то плитки на синем фоне. Черт знает что. Здесь есть у нас определенное количество каких-то плиточек. Например, YouTube. Я зажал, и я думал, сможем поменять. Но нет. Получается, что это у нас беспроспективные, неизменяемые плитки. Здесь какой-то Google Play и AppToy TV, которые мне, ну, честно говоря, абсолютно не нужны каждый день. А внизу инструменты, просмотр файлов, обои, мирокаста, чистить память. В самом низу у нас есть Wi-Fi, дата, язык, выставлять. Что такое выставлять? А, это соотношение сторон. Как часто вы пользуетесь этим выставлять? Один раз при включении приставки, зато плиточку сделали. Update, About. А вот зачем здесь About? Объясните мне. То есть я буду заходить, еще и как Pixel 3 сделали с Android 12. Я буду заходить, такой, с утра захожу, такой, включаю телевизор. Думаю, не посмотрите ли мне приставки информацию, да? Такой, раз, и мне легче. Pixel 3. То есть это Pixel 3. Это не T95Z, а Pixel 3. О, как хорошо. И Android 11 у меня. О, 12 даже, да, 12. Как же мне хорошо с утра стало. Ну, короче, все это фигня на самом-то деле. Давайте пойдем на боковые настройки. На боковых настройках. Сети интернет. Ну, здесь как бы у меня вопросов не возникло. Есть и 5 ГГц, и 2, и 4. У нас есть управление лампами. То есть, ну, давайте я вам сейчас так сниму, как это сейчас выглядит. У нас сейчас есть циклическая индикация. Ой, выглядит немножечко убого. T95Z+. Можно включить синюю лампу. Можно включить зеленый фонарь. А можно включить циклическую. Ну, или выключить вообще. Я бы советовал вообще выключить, потому что выглядит действительно убого. Ну, и сами настройки устройства. Ну, об устройстве вы уже видели. Pixel с Android TV 12, конечно же. У нас есть настройка ключа питания. Это перевели, конечно, ужасно. Вы знаете, как выключить и ждать. Это сон и выключение. В разделе экран у нас есть масштабирование текста. Вы можете здесь делать большой текст. В тв-приставках я вижу это первый раз в таком моменте. Использовать частоту кадров контента. Я поставил согласовать частоту кадров. Но сам по себе автофреймрейт мы посмотрим, будет клацать или нет. На текущий момент я не видел, чтобы оно клацало какой-либо контент. Расширенные настройки экрана у нас... Ну, по сути, это, знаете что? Это автофреймрейт, обещанный в Android TV 12. Но работает он или нет? Реализовали его или нет? Непонятно. Расширенные настройки экрана. У нас есть с вами разрешение от 480p до 4K 60 Гц. Ну, у нас, видите, стоит сейчас автоматом. Ну, это мой рекордер так пишет. У нас есть проценты экрана, можно менять. У нас есть CBV и у нас есть CBVS Output Mode, где вы можете выбрать PAL и NTSC. Также вы можете выбрать режим цветности. Можете выбрать HDR Auto, либо включенный постоянно HDR, либо включенный постоянно SDR. И, конечно же, мы там можем выбрать форматы. Но тут у нас, видите, как прикольно. HDR10 HLG можно включить, выключить. Не поддерживаем форматы Dolby Vision. Здесь нет. Я вам сразу говорю, HDR10 Plus здесь тоже нет. В Output режиме мы можем с вами выбрать, куда выводить на HDMI и в режиме PAST-RU. То есть, и в настройках звука мы с вами выберем все форматы, которые он якобы... Ну, он пишет, что он их не поддерживает, но все равно включить или не включить. Мы включаем поддержку. А уже в режиме PAST-RU мы посмотрим, что он там у нас выводит. По хранилищу эта версия на 4 гигабайта. Ну, у нас 32 гигабайта хранилища. Я подключил еще SSD-шку на 1 терабайт. Также есть режим энергосбережения, который просто выключает экран. Ну, такое себе, кстати, меню. Мне действительно боковое понравилось. Android TV. Посмотрим, конечно же, как работает у нас потом наша, скажем так, автофреймрейт. Очень хочется посмотреть, что там пишут в AIDA64. Где-то так, Google Pixel 3. Не, на самом деле, 4 гигабайта LPDDR4X. 32 хранилища. Центральный процессор это Allwinner A616. 4 ядра по 1,4 ГГц. Ну, такое себе решение. За отображение отвечает Mali-G31. Ничего нового. Сеть будем проверять отдельно на тестовой сети. И температура у нас CPU 75 градусов. Ну, здравствуй. Allwinner, здравствуй, температура. И GPU у нас 72 градусов. И DDR у нас почти 70. Короче, как бы, ну, по полной программе. Конечно же, в кодеках мы видим все стандартное. Есть VP9, AV1 нет. Поэтому можем выходить. Надо вывести CPU-монитор на экран. Вот он, 68 градусов на текущий момент показывает. И давайте проверим тротлинг-тест. Стартуем наш тест. И будем посмотреть. Вернемся через пару секунд для вас. А вот и тротлинг-тест подъехал. Ну, посмотрим. По сути, он не тротлил. То есть, то, что здесь показаны, вот эти вот выпады, это такие бывают артефакты интерфейса. Но температура 84. При его производительности в 32-832 джипс максимально это очень-очень много на самом-то деле. Поэтому с температурой бороться надо будет. Я думаю, что сейчас, когда мы будем тестировать мультимедийку, там будет все еще хуже. Конечно же, учитывая то, что это Allwinner, мы не будем тестировать его на игровые возможности. Тестируем на мультимедиа. Начнем с YouTube. Конечно же, пробуем 4K 60 FPS. Используем YouTube ATV клиент. Включим статистику. 1080p 60 FPS сейчас идет без тормозов. Попробуем включить 2160. Это 3840 на 2160. Это полный 4K. Ну, не полный, вернее, Ultra HD. И, конечно же, здесь у нас дропы. Ну, не может справиться этот процессор, Allwinner, с 4K. Ну, такая вот ситуация. То есть, 2K это, скорее всего, максимум, да и то в 30 FPS. Давайте попробуем включить 2K. Ну-ка, давай. И, ну, такое себе решение. 2K проигрывает. А ну, посмотрим подропам. Да, 2K. То есть, это в YouTube 2K. 77 градусов при проигрывании YouTube. То есть, это вам для понимания. Ни о каком AV1 кодеке, конечно, здесь вообще речи не идет. Но, если в 60 FPS, то только 2K. А в 30 FPS, я сейчас включу, 4K будет работать вполне прилично. Давайте включим 30 FPS. Это 30 кадров в секунду. И включим 4K. Ой, давайте переключим. И, давай. Ну, да. 4K 30 FPS. 2K 60 FPS. Это максимальное разрешение для YouTube. Ну, есть как есть. Мы не будем ничего скрывать. Следующий момент. Следующий момент это взаимодействие с внешними носителями. Здесь мы должны проиграть. А, кстати, в YouTube, видели, у нас ничего не переключалось. Ни автофреймрейт на 30 кадров, когда я переключал. Так что, я думаю, что автофреймрейт не совсем работает. Хотя, сейчас увидим. Пробуем. У нас есть нарезка. Ну, очень огромный фильм. Ну, вот в TVD-видео, кстати, заиграл с Dolby Digital. Ну, нормально проигрывает. Тут, в принципе, фильмы жесткого диска. Он будет проигрывать отлично. Любого битрейта. Как бы, all-winnerы с этим всегда справлялись нормально. Температура 73 градуса. Даже температура терпима. Это очень высокобитрейтный 4K фильм. Кусочек мы специально нарезали. По... А вот давайте, знаете, как попробуем. Где-то у нас должны быть... Ну, давайте, Sony Pictures 4K в 24 кадрах. Ну, что, она не переключает. Поэтому автофреймрейт изначально не работает даже, несмотря на то, что в меню он есть. Ну, ладно. Это уже такое дело. Пробуем с вами тесты звука Dolby Digital Plus через TVD-видео. Потому что, ну, Dolby Digital Plus есть. Тут, как бы, с этим не поспоришь. И DTS ядро... Сейчас посмотрим, где у нас тут ядро. Да, вот. DTS ядро тоже есть. HD звука здесь нет. Он не пробрасывает HD звук. То есть, мы можем спокойно сейчас попробовать. Смотрите, у нас есть DTS Long Clossless файлик. И, ну, он его транскодирует в обыкновенный DTS. Так же, как и Dolby 3HD, наверное, будет в Dolby Digital засовывать. Смотрим. Да, в Dolby Digital засовывают. В других плеерах обычно на Allwinner'ах звука нет. Но с жесткими дисками, ладно, понятно. Здесь у нас вопросов не возникло. Поэтому идем дальше. Тестируем максимально возможную пропускную способность. Wi-Fi 5 ГГц. Будем использовать Magic IPRF. Стартуем и посмотрим. Сейчас мы на выгрузку тестируем. Это 45 мегабит. 45 мегабит. 55. 70. А что такое? 76. Это слабый такой Wi-Fi 5 ГГц. Это очень плохо. Сейчас на загрузку попробуем. 175 было в пике. 93, 90, 99. 93 сейчас попробуем уменьшить количество потоков. Но Wi-Fi 5 ГГц слабоват. Слабоват. Давайте попробуем поменьше потоков. Мне не нравится. Хотя, в принципе, под 100 мегабит. 154, 77, 85. Под 100 мегабит Wi-Fi 5 ГГц. Ну, такое. Посмотри там IPTV, YouTube. В принципе, можно. Пробуем. 2,4 ГГц. Тестируем то же самое на 2,4 ГГц. Ну-ка, давай. Слушайте, ну, дело в том, что 84 мегабита на 2,4 ГГц. Примерно то же самое, что нам показывает... Ну, давайте уменьшим. Что нам показывает 5 ГГц. То есть здесь 5 ГГц модуль слабый. Здесь 2,4 ГГц. Примерно такой же, как и 5 ГГц модуль. Это... Блин, плохо. Плохо. 76 мегабит, 79, 80. Но это... Это лучше, чем ничего, кстати. Давайте попробуем теперь на выгрузку. 62, 61, 72. Вот. 2,4 ГГц. Очень неплохо. Очень неплохо. Сейчас попробуем через LAN кабель подключение. Здесь, скорее всего, 100 мегабитный LAN. Поэтому особо мы здесь не будем с вами морочиться. Давайте включаем LAN кабель. Проверим. Да, LAN кабель. 50, 166. И запустим опять Magic Hyperf. Пробуем. Так, пробуем, пробуем. Ну, здесь тупо сотка. 94, 91, 91, 94. Здесь 100 мегабитный LAN. Что и требовалось доказать. То есть мы можем в обратную сторону погонять. Здесь должно быть 100 на 100. Мы тестируем на гигабитном канале. Поэтому тут как бы... 82, 95, 94, 95, 94, 95, 94, 95, 94. Все, оно выравнивается. И мы видим эти показатели. То есть, грубо говоря, мы видим то, что видим. Давайте еще раз пробуем. 95, 79, 80. На первые цифры не смотрите. Это из кэша пригребает. Ну, вот 100 мегабит. Средний 100 мегабит он выдает. То, что он выдает 126, из-за первого из кэша выдает 326. Нам нужно в процессе видеть, сколько он выдает в процессе. Вот сейчас вот кэш покажет. Да, там 300. И будет средний, вот видите, 347. А потом опускается. То есть, там вот 89, 90, 90 мегабит. Это из-за многопотока. Мы можем, кстати, в один поток включить. И вот, смотрите. 98, 94, 95, 95, 95, 95. Леша, то удали дальнее. Опять тебе сюрприз. То есть, здесь 100 мегабитный LAN. К сожалению. Максимальная пропускная способность на 5 ГГц у нас показала. 100. Ну, так. Чуть только прыгала. 2,4, да, примерно столько же. 80, 90 и здесь 100 мегабитный LAN. Поэтому имеем, что имеем. Конечно же, мы тестируем IPTV. Видели, у нас это первая штука. Доступ к приложениям у нас осуществляется через приложение Apps. То есть, в самом этом лончере это все вот так вот реализовано через отдельное приложение. Давайте мы сейчас с вами протестируем IPTV. Очень хочу попробовать 4К и IPTV. И, в принципе, ну, сейчас какие-то каналы у меня заблокированы. Да, вот 4К пошло. Хотя, нет, это фулка. Это фулка. У нас разрешение фулку показывает. А вот 4К. 4К фрезует. Сразу говорю. А, нет, 4К пошло. При этом отлично пошло. Конечно же, никакой автофреймрейт ни веди ничего не срабатывает. 4К. Да, работает. 4К IPTV работает, но микрофрезы видны из-за отсутствия автофреймрейта. Вручную надо будет. Да, в принципе, такое дело. А ну, смотрим. Да, с IPTV у нас вопросов нет. 4К IPTV очень даже спокойненько идет. Ну, и, конечно же, раздачи. Я вам могу сказать сразу, что раздачи, большие раздачи. Ожидать, что здесь... Ну, блин. Сижу, смотрю топган. Давайте перемотаю чуть-чуть. Я уже его перематывал, перематывал. И, вы знаете, работает. Это раздача на... У нас на... На 25 гигов. То есть, это достаточно нормально. Что я максимально на нем смотрел? Это 40-45. Он пробовал вытянуть, но модули слабоваты. И были кое-какие фрезы и зависания. То есть, здесь у нас как бы вопросов нет. Он перематывает. Использует он DVD-плеер. Поэтому... Ну, ладно. 25-30 максимум. Говорить о том, чтобы на этом боксе хотя бы во что-то играть, я категорически против и не советую. Allwinner это не тот процессор. Он не вытянуть. Мы можем, конечно же, подключить там асфальт 8, допустим. И попробовать, как он работает. Он будет работать. Насколько долго он будет работать, не знаю. Ну, что-то сейчас включим и увидим. Не знаю. Он не хочет загружать. Ошибка. А знаете, в чем ошибка? Он не работает правильно на андроиде 12. Это фигня. Давайте попробуем мини-игру хотя бы включить. Ну, потому что... Такое себе удовольствие. Честно вам скажу. Эх, эх, эх. 80 градусов. То, о чем я говорил, ребят. 80 градусов. Это только начало. Это мы даже еще не играли. Ну, давайте поиграем. Посмотрим. 81. Первая секунда игры. Ну, первые 5 секунд игры. Хотя, хотя, в принципе, здесь Mali-G31. Такой же стоит, как, допустим, на Ugoos X3, на Ugoos X4. Да, там процы помощнее, но здесь Mali-G31. Единственное, что может подвисать. Mali-G31 ускоритель, он точно так же будет обрабатывать графику. Главное, чтобы процессор справлялся и выдавал ему текстуры на обработку. Это вот такой момент у нас может быть интересный в более тяжелых играх. Слушайте, ну, работает. Даже температуру держит 80. 81. 82. 81. Интересная фигня. 82. Ну, не знаю. Не знаю, работает. Как бы я прагматичен в данном случае не был, 83, но он работает. Он работает. 82. Эх, вы что-то тогда незатейливая. Ладно, вот соглашусь, но все равно я бы над охлаждением работал. Хотя для Allwinner'ов эта температура, как бы, я уже просто от них отвык. Давно, давно, давно не проходили мимо меня такие бокс на Allwinner, хотя, вот, не знаю. Лучше, допустим, купить тот же самый Tanix W2, либо X98 S500, я думаю, что это будет намного лучше, чем то, что я вижу перед собой сейчас. Хотя это работает. Но прошивок Android TV на него ждать вообще не стоит никогда. Ну, кто-то что-то склепает, сшить... Ну, не вижу я перспективы в этом боксе. Короче, переходим и резюмируем. В качестве выводов скажу. За эти деньги я бы брал бы Tanix W2. Ссылку на обзор и на проверенных продавцов разместил в описании под видео. Там, хотя и плавающий 5 Гц модуль, но работает он на порядок лучше. И прошивочки на него есть слимбоксу, да, прошивки достать будет достаточно тяжело. Повторить успех не получилось. Есть как есть, не буду лукавить. И, ну, блин, мне трудно его рекомендовать. Он просто работает за свои 33 доллара. Это все, что я могу сказать. То, что есть варианты за эти деньги получше, это однозначно. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.